Я начну издалека. В 2008 году, когда я пришел к мысли завершить свою литературную карьеру, она не завершилась, но просто перешла в другую область, у меня возник такой вопрос, чем же мне заниматься. Я одно время занимался музыкой, играл на гармошке в группе, потом мое юношеское увлечение играми напомнило о себе. Я подумал так. Собственно говоря, за то время, пока я интересовался играми в юности, прошло масса лет, и в интернете появилась масса всяких интересных исследований. А что, если это значит, что там происходит? Я посмотрел, оказалось, что огромное количество археологических находок, огромное количество интересных исследований появились на свет, вернее, забытые совершенно немыслимые игровые системы, над разгадкой которых бьются ученые, исследователи и прочие другие люди. И тут попутно эти вещи начали проникать в массовую культуру. Где-то год спустя или два я познакомился с сериалом «Лост», который в нашем прокате шел под названием «Остаться в живых». Название, не знаю, не очень удачное, но сам факт, что «Лост» невозможно перевести как адекватный, типа потерянный, затерянный, затерявшийся, пропавший. Вот «Пропавший» скорее был бы сериал, но нормально назвать. И там мелькнула в последнем сезоне такая штука, как игра «Синнет» древнеегипетская. Наверное, если кто-то смотрел этот сериал до конца, вы помните такую странную штуку, когда двое братьев, темный брат и Джейк, находят на пляже странную коробочку, похожую на то ли косметическую палетку, то ли плитку шоколада. Я вам сейчас покажу фотографию этого артепакта, который просто кадр из фильма, и там это все указано. Вот эта коробочка, игра, в которой они играют. На самом деле игра, которая здесь изображена, это копия «Синета» фараона Аминхотепа III. Она, скажем так, ранняя, но разметка на ней носена поздняя, разметка на ней культовая. У Аминхотепа III была разметка светская. Тем не менее, прорези вот эти вот, лазурная окраска, сама витиеватая вот эта вот резьба по краям, шашечная раскраска торца коробочки, вот такого вот. Она намекает на то, что это именно копия «Синета» Аминхотепа III. Так получилось, что сериал я смотрел из интернета. То есть, ну, я наглым образом пиратски его скачал. Ну, можно сказать, я посмотрел его с Ютуба. Вот. И когда смотришь через сеть, и у тебя все серии есть, можно посмотреть сразу кучу серий. И если человек смотрит по серии в день, как он показывается по телевизору, то у него очень сильно нити спутываются, он теряется. Сериал шел несколько лет. Я посмотрел его буквально за два месяца. Потому что некоторые серии я просматривал, так, ну, это ерунда, к сюжету не относится, это явно сделано для того, чтобы привлечь еще аудиторию. А вот это интересно. Я просматривал две-три серии подряд, и у меня стало складываться впечатление, что что-то мне вот все это, сериал, эта песня напоминает. И когда появился «Синет», я понял, сериал напоминает мне игру с какими-то неизвестными правилами. Как только в кадре появился «Синет», я полез узнавать что-то такое. «Синет» у меня был знаком. Эта игра часто упоминалась в книгах про шашки, в книгах про шахматые, что вот даже древние египтяне играли в шашки, у них была такая игра, вот шашечница, фотография эта шашечница приводится. «Синет» не имеет ничего общего с шашками, так же, как и с шахматами. Самое интересное, что «Синет» почти не имеет ничего общего с «Наргдами», это считается их официальным предком. Перед вами сделанная мной копия «Синета», уменьшенная сильная копия «Синета» из гробницы «Фараона Детанха». Дело в том, что «Синет» был сакральной практикой, не только игрой. «Синет» был гадательной практикой, а также талисманом и атрибутом религиозным. И когда фараон Эхнатон реформировал, вернее, полностью разрушил поклонение старым богам и ввел культ единого бога солнца Атона, он, скорее всего, уничтожил «Синет». По крайней мере, если не запретил его, то запретил использовать религиозные цели. И когда он умер, культ был полностью низвержен, и на трон зашел его преемник Тутанхатон. Насколько мы знаем, его настоящий имен, в смысле, полученное при рождении, был Тутанхатон. Но жрецы перевиновали его и полностью окрестили обратно новую веру. Происло восстановление религии прежде всех подглубок. Жрецы получили обратные храмы и привилегии. И, в том числе, Синет вернулся в духовную жизнь. В гробнице Тутанхамуна было найдено, по-моему, три Синета. Один из которых стоял у входа в гробнице. Первое, что увидел Лорд Карнадон, заглянув с факелом со свечой, я не помню, с чем там, в пролом, который сделали в гробнице Фарона, был установлен на столике с левиными лапами большой Синет. Он был где-то раза в три больше, он был такой вот где-то, но тем не менее. И в эту игру постоянно играет Джейкоб, хранитель острова, если кто помнит сериал, проходите, пожалуйста. И его вечный оппонент, вечный соперник, его брат, единовутробный родной, которого мы не знаем. В сериале он никогда не называется, он проходит либо как человек в черном, либо темный человек, либо как просто дьявол, дымок, какой-то вот главный враг, а его часто называют там просто фраку. Ну, как бы напоминаю, что это то ли дьявол, то ли кто-то вот подобный ему. Давайте разберемся в каких-то сплетениях сериала получше. Потому что сюжет сериала настолько запутан, там столько недомолвок, флэшбэков, каких-то странных очень вещей, которые проходят мимо сознания, и не связываются в единую нить. Многие до сих пор, вот я встречал каждого второго, там допустим, ну да, все-таки, наверное, каждого второго человека, который посмотрел этот сериал, он говорит, я вообще не понял, что там произошло, чем все кончилось, вообще на хрена все это сочевалось, извините за ругань. Вот. Сюжет действительно оказался неожиданно сложен, и я понимаю, что произошло, в смысле, с создателями сериала. В эпоху кризиса они начали малобюджетный сериал с очень интересным сюжетом, который они могли раскрыть. Но ко второму сезону сериал набрал такую популярность, что они не стали раскрывать ничего. Они наняли новых сценаристов, которые переписали, все дописали, и начали запутывать сюжет все больше, 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 потому что сериал собирал огромные рейтинги, актеры стали популярными. Вот. И только к шестому сезону запутавшись окончательно вообще требезги. То есть там вот сценаристы довели дело до абсурда, уже появились там атомные бомбы, вот эти вот непонятные темпоральные эксперименты дошли до предела, что они провалились в прошлое, остров начал перемещаться. Вот. Они наняли другую команду сценаристов, которые сказали, это самое, слушайте, у нас вот запуталось все, нам нужен еще один сезон, где все бы вот мы развязались, потому что мы рейтинг уже теряем, давайте все развяжемся, забудем это сериале, нафиг, навсегда. Я представляю, каково было этим новым сценаристам. Они пришли и говорят, так, значит, они нашли там это самое, вот это... Что? Вы зачем его убили? Да что, с ума сошли? Это же ключевой персонаж был в первом сезоне, который вот был прописан в начальном сценарии. Они говорят, ну не подумали, вот классно, нам показалось, какие хорошие видео. Блин, ну что мы делали? Так, надо что-то делать. Я могу только поаплодировать сценаристам вот этим последней бригаде, которая там при участии, по-моему, одного предыдущего. При начале... Они взяли начальный сценарий, взяли оттуда самое главное. Вот. Переписали его полностью, убрали все это самое, при помощи флэшбэков нарисовали картину параллельной жизни каждого из них. И свели все нить воедино, блистательно. К сожалению, это вам многое не понято. Возьмем простейший пример. Те, кто досмотрел сериал до конца, помнят, как вот описываются рождение, юность, взросление вот этих двух братьев. Ну, Джекоба и его брата. Всем понятно, что это происходит в античные времена. Но что это за античность? Что за культура? Чья? Ну, римская, греческая, вернее раннее ринская, пуническая, в смысле отрусская, шумерская, финикийская, какая? Непонятно. Может, крита-мекенская, я не знаю. Непонятно. С появлением синнета сразу становится ясно, культура древнеегипетская. И тут же начинаются разные другие намерки, которые мы почему-то пропустили. Вот, что культура у нас древнеегипетская. Роспись в египетском стиле на стенах в храме, где обитал дымок, где обитал монстр. Монстр изображен вместе с египетским богом Ануписом. Есть там сцена, которая вникает совершенно на секунду. Вот она внизу. То ли египетский бог Анупис, то ли какое-то похоже на него существо, сидит и разговаривает с дымным монстром, который вылезает из трещины стилы. Египетская роспись. Статуя, которую обитал Джейкоб, держит в руках два египетских символа Анхи. Это символ вечной жизни, символ возрождения, символ перерождения. Иероглифы в часах на станции Лебедь, которые начинаются, когда таймер обратного отсчета доходит до нуля, знаменитая сколько-то минут нужно, они египетские. Что он означает, я не знаю. Это стилизация, но скорее всего означает, что всем хана, скорее нажимай кнопку, а то сейчас все начнется. Я сейчас это пущу по рукам, если кто хочет издалека не видит. Смотрите, пожалуйста. Кого изображает огромная рухнувшая статуя на океанском побережье, по стаменте которой обитал Джейкоб? По всем примерам, это для египетских божествов. Какое? Есть версия, что это… две версии на самом деле есть. Во-первых, что это хнув, божество, которое пожирало сердца умерших. Его изображали с головой крокодила, даже в виде крокодила, даже иногда у него рук не было, только лапы. Либо это богиня Таус, которые изображали в виде ставшей на задние лапы беременной бегемотихи, держащей в руках два анг. Фигура бога до странности мужская, но в то же время можно обратить какие-то внимание андрогинные черты. Спереди ее никогда не показывают, но грудь не видно. широкие бедра. С другой стороны, вот, например, изображение богини Таус. Классическая статуэтка, грудь у нее облицлая, потому что она, кормящая мать, она покровительница беременных, покровительница женщин, покровительница роженейских. Она, кстати, супруга, насколько я помню, сетхи, то есть бога и царства мертвых. Хотя там странное было у них отношение у египетских с богами и богинями царства мертвых, потому что, например, тот Джанобис был психопом, по-моему, проводником души царства мертвых, а его жена была богиней Дуата, место, где обитали души. То есть у них довольно сложная была иерархия божественная. Это богиня материнства, плодородия, дочь Ра, между прочим, мать Изиды и Осириса, супруга сетхи. Вот. Опивалась она вот на эти два анка. То есть, скорее всего, это изображение именно ее. Ну, есть версия такая, что все-таки это Хном, потому что вот можно больше похоже на крокодилю, в другой стороне ее изображали по-разному. Есть такой вот маленький намер. Вот эта шапочка, она женская. И ушки, которых у Хнома не было. Он был все-таки с крокодилей головой, у крокодила ушей нет. Вот. А у бегемота ушек есть. То есть, это все-таки изображение богини Таут. Кадр показан только один раз. Мелькает она в кадре очень мало. Мы показаны целиком. Вот в этом постаменте статуи Таут Джейкоб. Опять же, можете пустить это по рядам. Довольно-таки четкое сходство. Наличие на острове и статуи Таут есть определенный смысл. Допустим, египтяне добрались до него первыми. Хотя, ну, не знаю, как. Египтяне не были сильными мореходами, хотя, вот, Турхейрдал доказал, что папирусные лодки они были гораздо более мореходными, чем казалось нам. Но мы помним, что на острове женщины не могли родить детей. А если рожали, то умирали сразу. Поэтому, ну, даже вот, собственно говоря, мачеха Джейкоба и темного брата убивают ее мать не из-за того, что она ненавидит ее. Она ее жалеет, а умрет в мучениях страшным образом. Она просто после рода сразу камни в нее забивает. Вот. Это очень трудно понять, потому что, что жена за гадина такая подобрала женщину, та же дела, и она сразу ее упила. Это кошмар, конечно. Вот. Может быть, египтяне воздвигли эту статую, чтобы умилостить богиню материнства. Ведь женщины не могли изучать, когда беременная сразу убирает. Ну, вспомним, как один из пассажиров рейса волшебник 812 все порывался построить монстры церковь, пока дымный монстр не пресек зародыша, а нафиг здесь отсюда со своей церковью. Вот. Полезно вспомнить, что в древнем Египте богиня Тау была тесно связана с загробным культом. Она вместе с богиней Хаток зажигала маяк, огонь, на который стремились души умерших. Кстати, идея света, на которую идет умершая душа, и встречается в Тибетской книге мертвых, и в Египетской книге мертвых, и в текстах пирамид. То есть, этот огонь возжигали две богини Тау и Хаток. Вот. Если принять за рабочую гипотезу, что все пассажиры рейса ошейник 812 в момент крушения погибли сразу, то есть, они изначально мертвы, лишь проходят череду посмертных испытаний, прежде чем искупят свои грехи и станут достойными куда-то вот дальше пройти, все становится на свои места. Мгновенно. Как только мы эту гипотезу принимаем, все становится ясно. Остров в этом случае предстает преддверием царства мертвых. То есть, Лимбом, Авалоном, Островом мертвых, Дуатом. Место, куда попадают погибшие странники, откуда может уйти только просветленные дети и искупившие свои грехи. Как мы помним, кто спасается из острова окончательно во всех вариантах реальности? Двое детей. Сын Майкла Доусона, Уолк Доусон, и дочь Джин и Сункуон. Все. Больше из острова не спасается никто. При всех вариантах реальности, убегая с острова, они возвращаются обратно. Когда говорят, ты с острова уйдешь, но будешь сильно жалеть остров, притянет тебя обратно. Потому что мертвая душа, вернувшаяся в мир живых, не способна там существовать. Она рано или поздно уйдет на остров. Она не выполнена свое предназначение. Какие этому есть подтверждения? Начинаешь искать подтверждений масса. Кто целенаправленно достиг у нас острова? Единственные люди из организации Дхарма Ништих. Что такое Дхарма Ништих? Они там достигли, начали какие-то испытания, проводили какие-то исследования совершенно безумные. Чем они занимались? Из отвлевочных биологов, документов, роликов, возникает жутковатая организация наподобие нацистского института «Анэнерго», которая, в общем, с практически кастовым разделением труда, изучающая паранормальные явления, медитацию, экстрасенсорику, оккультные науки, мистицизм, высочные духовные практики, спиритизм, паранормальные явления. Какую цель могла поставить перед собой эта организация? Контакт с быту стороны. Другого ничего у этой организации нет. Путь загробный мир у древних египтян начинался по воде. Две лаги, на самом деле, одна. Просто она, как у египтян, было очень странное понятие с числами. Например, у них была знаменитая фиванская восьмерка богов, которая одновременно была фиванской девяткой, потому что у нее входил Демиорг Рехадхор, частью которого являлись все остальные восемь богов. То есть у них очень странно это все было с числами. Также у них было две лаги, которая, на самом деле, была одна, Месиктет и Манжет, которая везла в солнечный дискран сквозь воды ночи, воды хаоса, на возрождении. Вербовщики с Карлом доставляют на остров новых адептов на подводной лодке, предварительно опоивших какой-то ядовитый тренинг. Говорят, а это снотворное, чтоб ты не запомнил дорогу. Какую дорогу можно запомнить, если лодка вторует под водой? Что за бред? Никакую дорогу запомнить нельзя. Ответ прост. Это яд. Человеку умершляют по определенному обряду, а подводная лодка везет на остров не тела, а души людей, души умерших. Причем не совсем души, а дхармы. Дхарма довольно сложная для понимания понятия, которыми оперируют буддийские философы. Этот термин встречается в Тибетской книге мертвых. Что-то подобное, разделение душ на Ка, Ба и прочее, встречается у египтян. Такая странная синтез таких вещей, как душа в христианском понимании, энергетический слепок, энергетический сгусток, информационное поле, тонкая сущность человека. В этом месте различают блуждающие дхармы и дхармы неподвижные буддисты. То есть блуждающие дхармы — это то, чем обладают люди, живые существа. Дхарма неподвижная — это божественное явление. То есть, как говорят «Перерождение» — «Карма», «Сансара» — «Колесо» для первых. И «Слияние с Вечным» — «Нирвана» для вторых. Лидер людей периметра — Джин Джимин Лайнш, он говорит в последней серии, «Я, пожалуй, не пойду на второй, но это самое, я останусь на второй круг «Перерождение», останусь тут». Такой вот сильный персонаж. Я не доделал что-то. Джулиетт Бёрк, как похоже, ее опять же опоили этим самым. Опять обещали вылечить ее сестру. А потом она видит эту сестру на сеансе связи, на станции «Фламя» и говорит «Я хочу туда, обратной мере». И говорят, ну, всякими отговорками ее говорят «Мы туда тебя не повезем». Почему? Потому что она, извините, умерла. Ее смерть оплачена выздоровлением ее сестры. Извините, это все приходится платить свою цену. Фараоны, как мы помним, ну вообще древние египтяне снабжали умерших всем необходимым для будущей жизни. Что остается у пассажиров-рушаевных в 812? Обломки самолетов не покажем. Что называется, в чем похоронили, с тем и живи. Все очень просто. Тот станция «Лебедь», которую все-таки продрявили работники Дхармы, высвободил поток энергии какой-то совершенно безумный. И энергия это не электромагнитная. Это некая, скорее всего, всеобщая энергия Вселенной, частными проявлениями которой являются электромагнетизм, гравитация, допустим, биоэнергия. Возможно, даже время. Потому что время в мире мертвых – это скалярная величина. В смысле, она такая же, как площадь, например. Или, допустим, как расстояние. Мы можем по ней идти туда, можем идти обратно. Она не существует в мире мертвых. Мы все говорим, что мертвые живут в ней временем. Вспомним, что по замыслу авторов этот остров можно отыскать при помощи маятников-уков. И он каким-то загадочным образом дрейфует по земле во время этого вращения. То есть получается, что, скорее всего, остров неподвижно вертится земля. Он проходит через море дьявола, он проходит через Бермудский треугольник, через какие-то другие проклятые места. Ну, вернемся к времени. И опять же, какое подтверждение, что люди эти все умерли? Время течет нернимино, дискретно, рвется, странным образом замедляется, в одном случае ускоряется, в другом. Не имеет постоянного вектора. Часто очень в события обращаются спеть. Мертвые возникают перед живыми, живые проваливаются в прошлое. Безнадежно больные, попав на остров, выздоравливают. Женщины не могут родить. Парализованный Джон Лок устаёт, бегает, начинает ходить и геройствует. Бесплодный джин-кон, становится отцом. Получается, что всё сломанное остров исправляет. Живая вода, мёртвая вода. Помним сказки. Сначала нужно спрыгнуть мёртвой водой, чтобы голова проросла и только потом оживлять. С другой стороны, дети, рождённые на острове, умирают. Женщины тоже умирают. Нет проявления всего нового. Любое новое сразу прерывается. Нафиг. В жизни мёртвых нет места живым. Родившийся ребёнок должен уйти в мир живых. Мать должна умереть. Всё очень просто. Если остров не имеет постоянной временной привязки, ну, я уже говорил, что время в мире мёртвых пространственная категория. Становится понятным явление умерших, хроноклазмы и прочие дичайшие сюрпризы. Все помним, что Дхарма и Ништих давно не существует. Она развалилась, от неё вообще ничего не осталось. Тем не менее, в наше время туда приходит посылка от Дхармы и Ништих. На парашюте опускается огромный контейнер с едой, приборами, фонариками, арахисовым маслом, батарейками. То есть они все радостно делят, говорят ура, ура, аллилуйя, чудо, чудо. Пожалуйста, темпоральные эксперименты с часами Дэниела Фарадея. Когда он запускает ракету с корабля, она прилетает на остров, часы отстают на 15 секунд от тех, которые были у Фарадея на руках. Ввод пресловутого многозначного кода на станцию «Лебедь». Загадочная станция «Буря» добивает энергию непонятно из чего. Вдобавок накапливает огромное количество ядовитого газа, который уничтожит всё на острове, если их выпустить. Слушайте, зачем? Объясните мне, зачем это сделано? Это никакой логической цепочки не вызывает. А давайте отправимся в прошлое и посмотрим. Кто помнит индийский эпос Махабхарата, в котором бог Шила упивает яд Калакут, который появляется на поверхности перед тем, как появляется Амрита, божественный нехтар, возникший после пахтания океана. Становится ясно, опасность подвергался не только остров, но и мир живых. То есть мы нашли вообще первоисточник всех мифов не только библейских, не только египетских, но и древнеиндийских. Относится станция «Пламя», пункт связи с миром живых, в фундамент которой заложена бомба. Зачем? Дежурный на этой станции некто Михаил Бакунин, украинский экстремист, ветеран Афганистана, подвергившийся одноглазый фанатик, который охраняет станцию связи с миром живых. Мне надо продолжать на кого иллюзию? Друзья мои, это Один. Это еще одна иллюзия, то есть из древнескандинавского мы нашли это дело. Джейкоб, белый брат, страж, превратник, охраняет границы двух миров. Единственный способен посещать мир живых. Вспомните, при каких обстоятельствах это происходит. У Сойера погибает отец, появляется Джейкоб. Джон Лок выпадает из окна небоскреба, расшибается насмерть, появляется Джейкоб. Ну, то, что он клиническую смерть испытал, у меня, например, сомнения нет. Вообще, на самом деле, зрители все трогло не покидают ощущение, что Джон Лок, старый коматозник, он что-то знает за облаву, не знает, так догадывается. Вот это реально... То есть, Джейкоб способен появиться только когда кто-то умирает. Открывается дверь, выходит Джейкоб. Дверь закрывается, Джейкоб выходит обратно. Это хранитель острова. Здесь на сцене появляется Синет. В Древней Египте Синет известен с пятой династии. Это примерно 3,5 тысячи до нашей эры. Тогда находят какие-то, в общем, уже готовые комплекты. Первый был найден, насколько я помню, в гробнице Зодчего Хесере. А до этого еще какие-то неустановленные обломки Синета-образных досок были найдены. То есть, игра, на самом деле, еще старше. Дет, он сначала был чисто светским развлечением. А в поздние времена оставался сыриваться с путешествием в посторонний мир. Синет упоминается в книге «Мертвых», в других религиозных текстах Нового Царства. И где они полагали, что после смерти душа человека отправляется в путешествие по загробному миру, где ее поджидает ряд ловушек. Различные испытания, во время которых его земные дела получают оценки. Если они будут признаны чистыми, душа сольется с Богом Сон Сара. Если нет, то его душа утонет и либо перестанет существовать, либо пойдет на какой-то непонятный второй круг. Чтобы вникнуть в суть подобного деяния, в суть подобной идеи, надо увидеть мир глазами древних египтян. Это очень непросто. Мы живем совершенно с другой философией. Наше мировоззрение расходит в древней греческой дискретной философии, где отдельные вещи связывают между собой логические понятия. У египтян мир был цельный, больше похож на современное восприятие восточного, восточное восприятие, то есть китайское, японское, корейское. Египтяне доверяли больше инстинкту, нежно интеллекту, мыслили цельными категориями. Они не дробили явление на части. Ну, как это сказать? Понимаете, смерть не была для них чем-то другим, она была частью жизни, такой же промежутком, как детство, утрочество, взросление, старость, смерть, перерождение, это все было явлением одного порядка. Поэтому игра у египтян шла не под покровительством богов, они играли с богами непосредственно. Когда играют в цинет, его структура, в смысле игровая, очень интересная. Там действительно случайные свойства костей, египтяне использовали четыре таких плоских палочки, вместо костей это дайси дедуван, у них есть значимая сторона, есть нулевая сторона. Они считали выпавшие белые палочки, белые стороны. Ну вот, например, выпало три, это означает, что выпало три очка. Они умножаются на случайные свойства домов. Главных домов, которых пять, и нескольких побочных домов, которые, возможно, имели значение. Ну, имел значение дом возрождения, имел значение дом сетки, возможно, имел значение вот этот вот еще дом, но это не установлено. Лично некоторых синетов он обозначен. В основном синет номируются вот эти вот, последние дома. Ну, я могу рассказать, но пока мы от этого убьем. И, в общем, комбинация этих палочек и случайных домов синета абсолютно непредсказуемая. Иногда народ играет и говорит, да что это такое, мне кто-то будто все время мешает. А вот такой интересный баланс, что будто бы играешь с богами. Судьба действительно, вот это самое, ставить пятки, палки в колеса, при рождении. Если вы зайдете ко мне на игротеку, там есть еще один синет, который привезли на борьб, и вот две этих коробочки можно сыграть. На самом деле очень интересная и странная игра. Мы попытались в меру сил восстановить ее правила. Мы не уверены, что восстановили его полностью, но он играется прекрасно. У него интересная штука, интересный баланс. Ну, вот играя в синет, древний египтянин уже обеспечивал себе безопасное прохождение лабиринтов загробного мира. А из-за того, что в игре большой фактор случайности, удачевый игрок считался находящимся под покровительством погреб. Среди археологических находок встречаются, ну, погребения. Встречаются грубые подобия синета, сделанные из глины, где нарушена и кратность доски, и разметки у них нет. Вот она, как выглядит, например, классический синет из бедных погребений. То есть играть в эту доску невозможно. Если хотите, посмотрите, вот синет, который положен был в гробницу, и синет, который играли. Есть разница. У них совершенно другое назначение — это символические модели. Поскольку синет был не только игрой и инструментом для общения с богами, он был талисманом. Одно его наличие в гробнице уже обеспечивало покойму удачу в загробной жизни. Многие игры в те годы представляли собой нечто среднее между религиозной практикой, астрологическим прогнозом и, собственно, игрой в ее современное понимание. После этого, например, меня нисколько не удивляет, что лорд Карнарвон, вскрывая гробницу Тутанхармона, первое, на что он наткнулся, это был синет. Извините, когда покойный уходил в мир иной, боги приходили и видели синет и говорили, «А, мы помним, он играл в него, у него все прекрасно, так проходило, все хорошо, пошли с нами, место тебе на барке обеспечено». А игрок, который играл в синет, плохо, ему говорят, «Синет ты с собой молодец, что взял?» «Поэтому спросите ты, с чем можешь, давай-ка с тобой сыграем». А тот, кто не взял синет, его сразу под камень нашли. Можно так аплодировать сценаристам сериала, потому что такой красивый ход с синетом. То есть мачеха подбрасывают детям, в смысле своим этим был мальчишкам, синет, чтобы они, будущие хранители острова, уже изначально знали, с чем им предстоит работать. Им предстоит работать с приемом душ умерших, гонять их по синету. Поэтому, ребята, вот вам игрушка, учитесь, очень просто все. Джон Нок в первом сезоне с непонятным упорством, вообще непонятно, но он что-то все-таки знает, а не знает, как догадывается, учит юного Олста играть в нарды. Вот в руках у него две таблетки, на самом деле это никакие не таблетки, если кто помнит. Это карманные нарды, он объясняет мальчишке, говорит, там полторы тысячи лет, вот у нас одна, эфирская, вот другая, черная и белая. Учитесь у нас играть в нарды. Если мы помним, Олд к концу следующей серии разносит учителя уже каждый раз просто дребезги. Единственное, разумное, в смысле, существо, которое уже взрослое соображает, кто спасется с острова, это будет улов. А нарды, насколько мы помним, далекий потомок кого? Синета. Такая вот интересная вещь. А можем еще вспомнить какие-то игровые параллели. Кто помнит, например, как включался код взрыва на станции пламя? Нужно было выиграть для компьютера в шахматы. Опять игра? То есть все, на самом деле, очень интересно. С оккульной точки зрения душа не возникает ниоткуда, и энергия души, и не пропадает никуда. Что-то должно быть подпиткой. В пещере под островом как раз бьет такой источник силы. Магический источник жизни доступен лишь хранителям, и остальные не могут его даже найти. Его находит только хранитель, после чего способен передать это все, выпив какой-то напиток. Причем, если в начале мачеха передает эту силу Джейкобу, выпив из серебряного кубка вино, как говорится, то в конце, по-моему, уже из какой-то пластиковой посудины черпает воды. Говорит, ну на, пей ты теперь как я. Это Джек когда уже передает Ферли, последнего хранителя. Проникновение к нему неподготовленной души. Чревато перевождением монстра, гибели. Такова расплата за попытку смухлевать Синетти. А если вы столько помните, Джейкоб Синетти выиграл почти всегда. Черный брат уже говорил, не надоело играть по твоим правилам. Я хочу играть по своим, я все время проигрываю. Он говорит, ну давай играть, попробуй, поиграй по своим правилам. Тот начинает копать колодец, находит все это. Кстати, интересные подробности. Вот немногие на него обращают внимание. Помните кинжал, который он все время таскал с собой, которым зарезал мачеху в итоге, и который там очень много где... Да, он кидает его, чтобы он прилип к этому камням колодца. Это египетский кинжал. Это кинжал Парома. То есть это на самом деле очень символическая деталь. Не многие знают, что это древнеегипетский кинжал. Его весь дизайн, его вся та самая форма, она такая вот. Таким образом, что у нас имеется в синете? У нас имеется основная стартовая дорожка, до которой расставляется 5 фишек. В старом синете было 7 фишек. 10 здесь, 11, 12, 13, 14. У нас имеются дома. Дом возрождения. Дом красоты, в котором останавливался любой ход, происходило пеленание мумии. Дом вод хаоса, через который ладья Бога Сонца Ра плыла, с которой грешники могли падать. Это главная ловушка в синете. Дом трех истин. Дом двух богов. В данном случае Зиды и Нефтиды. И дом финальный, который назывался либо домом Хора, либо домом Демиурга Рехадхора. Иногда там рисовался солнечный диск, иногда сокол, несущий солнечный диск. А чаще не рисовалось ничего, поскольку Демиурга Рехадхора невозможно изобразить. Ну, что мы имеем? Древний храм с его чудотворным бассейном, это, скорее всего, дом трех истин. Тогда постамент статуи богини Таорг, которая на месте с богиней Хатторг зажигала свет этот дом из богини. В данном случае не Зиды и Нефтиды, а Таорг и Хатхорг. Пещера Джейкоба в Скавлах, это последний тридцатый дом, Демиурга Рехадхора, любой шаг из которого завершает игру. Так, а что у нас тогда в Дом красоты? Я даже, помню, не отметил. Я не знаю, на Дом красоты придет несколько вещей, но явно в сериале он не есть. Синет не так стремительен, как в Наркове, но очень своеобразен. Основные приемы в этой игре – рубка из пираний и отброс назад. Синет – единственная сохранившаяся в мире и, возможно, даже единственная бытовавшаяся танцевальные гонки. Спортивных гонков. Срубленная фишка, допустим, у нас выпала единичка. Мы рубим его, и срубленная фишка уходит с доски. Мы должны при определенных параметрах зарядить его. Сначала убежать. Спортивные гонки. Боевые гонки. Синет. Допустим, черная фишка рубит белую. И белая уходит с доски навсегда. Нафиг. Задача боевых гонков – не прибежать первым к финишу, а убить все фишки противника. Что происходит в танцевальных гонках? А фишки, в синетах, называются бау-танцоры. Допустим, черная рубит белую. Врубает, срубает. А белая уходит на то место, где была черная. Это бальсирование. Это потрясающе, когда в синет играешь. В фильме происходит именно это. Раз за разом. Одни фишки выбрасываются назад. Персонаж первые три сезона просто занимается пустой беготнёй, суетой. То есть они глупыми разборками. Джейкоб и его брат ведут партию на доске, которая представляет собой остров. Вспомните, сколько пассажиров рейсов в Шайник 812 становится в сериале кандидатами? Никто не помнит, а я помню 14. Хорошее число. Давайте сосчитаем положительных белых танцоров. А белые танцоры у нас конусы, девочки. Есть у нас женские фишки, есть у нас мужские фишки. Катушки – конусы. Давайте считать белых танцоров. Я вам показываю справа налево. Джек Шепард, Хёрли Райс, Чарли Пейс, Десмот Хюм, Уолт, Сон Куан, Джин Конус. Пожалуйста, это белые танцоры. Это фишки, которыми играет Джейкоб после долгого выбора. У брата, которого он не может уничтожить, а помните, мачеха говорит братьям, ни один из вас не сможет убить друг друга, я так устроил. Вот. Брат выбирает свою команду. Пожалуйста. Све, Кейт Остин, Джон Лок, Сейд Джарван, Отец, Уолта, как ни странно, Майкл Доусон, Бен Лайнус и Клэр Литтлтон. Пожалуйста. Вот вам 7 фишек, которые играют за черных. Это очень просто. Посмотрите. Возникает странное впечатление. Как же так? Почему Джон Лок у нас темный? Он вроде бы вообще бегает и все знает. Джон Лок, наверное, единственный, кто реально проник в какие-то тайны острова своим умом. Он ничего не узнал. Он обо всем догадался. Это очень интересный персонаж. Недаром его убирает темный брат, чтобы встать на доску. Ну и странное, конечно, такое понимание, почему же в итоге Бен Лайнус уничтожает Джона Лока. В нашем уже в мире живых он снова его убивает. Они оба темные, почему? Один в итоге убил другого. Это было нужно темному брату. Ну, как бы сказать, раз за разом фишки темного брата оказываются отброшены назад. Что бы ни начинала вот эта вот команда, у них вообще ничего не получается. Любое их начинание разрушается сразу. Особенно ужасен в этом, в плане судьба Бена Лайнуса. Он вообще лидер чужих. Большего неудачника в сериале найти нельзя. Он вообще вот провалил вообще все, что задумывал. Ну, ничего не получается. Причем, как это сыграно, гениальный совершенно актер. Вот, очень здорово. Ну, поэтому темный брат говорит, слушайте, мне, слушайте, не получается у нас ничего. Вообще игра застряла. Давай введем новые фишки. Ну, Джейкоба, он вообще убил ведь темного брата. И превратил его в дымного монстра и вложит чувство вины. Он говорит, ну, давай новые фишки введем. Кто появляется на острове? Появляется на острове Шарлотта Ливис, Дэниел Фарадей, Майл Стром, наверное, командир наемников Мартин Кимми. Джулит Берг вступает в игру совершенно спокойно. Ричард Алпер – старая фишка синета. Чарльз Уиттмар – тоже старая фишка синета. Его жена Лайзи Хокинг – тоже старая фишка синета. Прошлого синета, который был доигран и в котором темный брат проиграл. Все его фишки были с острова убраны нафиг. Еще сюда появляется Михаил Бакунин. И появляется пилот Фненклопидос, который он мне сюда биллез. Помните, все такого испаноязычного пилота ангетинноамериканского с седой кривой волосой, бородкой тынышкой на руку тоже. Фишка синета. Они очень четко делятся на черных и белых. Понятно, кто за кого играет. И все, опять-таки, может продолжаться. Могу опять же пустить по летам. Хотя, я думаю, просто вы их знаете. Если не знаете, вспомните характерные лица. А можно вопрос? Все, 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 секундочку. Я спущу все эти фишки, а теперь вопрос. Получается, в первой партии они играли 7 и 7, а в втором 5 и 5. Скорее всего. Первая партия велась по правилам старого синета. 7 и 7 фишек. Конусы у нас ставятся вторыми, катушки ставятся первыми. Смотрите, что сейчас будет. Внимание, следите за руками, рукава включена. Вот расстановка нового синета. Вот расстановка старого синета. Начало старого синета очень четко является домом возрождения. Существовали крайне редко, один набор, по-моему, был найден всего или два, где было 20 фишек. То ли это были фишки запасные, то ли были какие-то ярые игроманы, которые вообще очень мечтали сразиться в большой синет. Они говорят, сделай нам побольше фишек. А мы уж так сразимся, да. Выиграть не получается. Все новые фишки опять-таки отброшены назад. Брат играет лучше, Джейкоб играет лучше, чем темный брат. Саид, Бен, Сойер, Лайн, Эскейп, все они отбрасываются назад. Вообще просто не получается ничего. Даже лоб в тупике застревает. Который вообще, кажется, все знает. Если нельзя ничего изменить снаружи, надо попробовать изменить внутри. Темный брат убивает одну из фишек и под его видом сам становится на доску. Джейкоб этого даже не понимает сперва. Он вообще не понимает. Он думает, что по-прежнему темный брат куда-то исчез, а вот фишки как-то ведут себя странно. Почему? А темный брат в обличии Лока одно за другим разрушает все домаси на этом острове. Он разрушает, извините, жилище под статуей, сжигает все там. Старый храм захватывает. Помните этот захват старого храма с окружением круга пеплом, в смысле? Потом его разнесением просто дребезги. Оскверняет пещеру Джейкоба. Он просто приходит, говорит, все, здесь нафиг. Берет с весов камень и выбрасывает. Я теперь здесь буду хамура. И наконец он добирается до источника. То есть последний источник, скорее всего, один из домов. Что происходит? Фишка с доски проходит, завершает прохождение. Она выходит с доски и становится равной Богу. Становится равной около Бога. Она становится равной и наносит удар. Вен Лайнус проходит и становится равным Богу. И даже Джейкоб еще это не понял. Берет ему говорит, я столько сделал во имя тебя. Так искал встречи с тобой. Ты почему не зашел ко мне? Я ради тебя в жизнь положил. На него смотрит так Джейкоб и говорит, а ты кто такой? Это фраза из фильма. Он не издевается, он действительно не убивает. Ты кто? Ты фишка в синете. Кто ты такой? Я к тебе с ней сходил. Ты что балдел? А он делает последний ход. Он находится в доме, где-то нефтиды. Твойка. В синете выпадает очень часто. Последний бросок брата. Бен Лайнус. Фишка Бен Лайнус выходит за границу синета. Становит равный Богу. Наносит удар и убивает Джейкоба. Все. Только в темный брат в обличии Лока манипулирует именно Беном. Это просто хрестоматийно. Он заставляет его делать ходы. Он просто говорит, пойдешь туда, пойдешь со мной. Уже не прикрытое вообще манипулирование. То есть Бен вообще уже безвольная фишка. Он тут скотина. И когда он выпрыгивает, единственное его проявление, это самое, когда он в ярости бьет ножом Джейкоба. И на эту же, извините, фишку попадается и сам темный брат. Когда в финале фишка у нас, как его главный персонаж, там не главного, а одну из них зовут. Забыл уже. Ну, сейчас я посмотрю. Это самое. А, ну, Джек Шепард, конечно, который назначен Джейкобом новым хранителем. А извините, Джейкоб уже убит. Он уже ничего не может сделать. Он может так и передать свою функцию хранителя. Он тоже проходит весь Синет. Входит, насколько я понимаю, в источник и все такое. Тоже выпрыгает с поля и убивает темного брата. Он, во-первых, обесточивает этот источник. После чего темный брат становится уязвимым. И просто-напросто он уносит последний удар. Фишка выпрыгнула. Завершила финальный прыжок и ударила. Друзья мои, это Синет. Весь этот сериал. Не просто приключение в царство мертвых. Большая игра по законам Синета. Синет подчиняется законам царства мертвых. Но он же определяет эти правила. Что было дальше, помнят все, кто досмотрел сериал до конца. У Синета долгое прохождение. Фишки долго танцуют на этом всем. Но в итоге все они доходят до финальных домов. И здесь начинается главная передушня. То есть здесь вот начинается, если кто играл, или вы придите, вы не сыграете. Начинается уже такая, скажем, мишамина. Бешеная гонка с обменом танцорами. Такой вальс. Постоянные перетасовки. Вы пришли сюда, пошли сюда. Разбили пару. Надо входить в дома. И один за другим они очень быстро в хранительных изменяются на всяких сериях. То есть в кратчайший срок. Джейкоб, Джек, Хёрли. А насколько я помню еще там в параллельной реальности и Бэрлайнерс каким-то непонятным образом тоже становится хранительным. В кратчайший срок в течение двух-трех серий все фишки уйдут с доски. Темный брат падет. Вот. Я забираю его фишки и бросаю их в воду, чтобы он утонул со своими фишками. Так заканчивается пирос Рогзеса Третьего, о котором пойдет речь в следующем моем докладе. Это и о правдном, говорит Мемеха. Но в реальности остров уходит на морское дно. Все фишки собираются вместе в одном вышедшем месте. Они прошли все испытания. И некое высшее существо, приняв фоблик отца Джека, открывает блуждающим дхармам последний день. Все. Может я ошибаюсь, все события сериала надо трактовать в материалистическом ключе, там, ну не знаю, параллельные миры, альтернативная реальность. Ну вот я уже писал... Не знаю трактовку. Да, да, да. Я считаю, что одна трактовка стоит другой, и поэтому пусть каждый выберет свое. Но я вам скажу одну интересную вещь, на которую трактовщики просто не обратили внимания. Коробочный набор сериалов с кучей дисков, фонариком с логотипом дхармы, анхром и всякими прочими прибамбасами входит комплект синета. Пожалуй, я сказал достаточно. Спасибо. Спасибо. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.